Привет! В рубрике «Было и не стало» я сегодня расскажу несколько слов о прошлом и настоящем владении номер 20 по лесу. Вообще когда-то здесь было в конце 19 века, вообще в 19 веке, даже в 17 веке было фактически поле, были пустыри, но затем появились склады леса и всяких лесных материалов, биоматериалов, и до рынок лесных, где продавали лес и разные по стихоте гелия, но еще что касается поделок разных вещей из древесины, поэтому как раз и улица лесная здесь, и лесный период, и вот этот район, где были дровяные склады и лесной рыб, еще в 19 веке. Поэтому еще такие места были довольно неопустроенные, вот, и достаточно такие пустырные, довольно, ну если не глупые, то по крайней мере мало заселенные. Ну постепенно места стали застраиваться, а город ускупал, и вот в конце 19 века, примерно в середине лесной улицы, которая находится недалеко от станции метро Белорусская, открылся неузкий парк. Сначала, ну дело в том, что если брать такую историю, да, то сначала, соответственно, перевозки людей осуществлялись на лошадях, были мщики, которые, соответственно, приводили людей на лошадях. Это были телеги, это были кареты, дирижансы в какое-то время в пользу большого популярности, я об этом хочу отдельно рассказать в одной из моих передач в будущем, я думаю, что в скором времени. Ну а потом, так сказать, уже, да, появились железные дороги, но в железной дороге все-таки они осуществляют такие вот больше магистральные перевозки, перевозки города в город, допустим, в Москве, в Петербург, ну, в другие города России. Первая дорога была в Москве, в Петербурге еще в 1851 году появилась. Ну, естественно, железная дорога в рамках города все-таки, ну, не очень она удобна, да, для перевозок. Ну, по крайней мере, как-то изначально все-таки ее особо не осматривали для таких вот небольших городских перевозок, допустим, из окраина города в центр города, ну, и в тогдашний центр, и тогдашний окраина, не так часто он в спальный район, когда-то в Москве вообще-то намного меньше было. Приделся оба кольца в 15-м веке. Вот. Значит, и, так сказать, потом уже появилась эта дорога уже в начале 20-го века, но это уже в 20-м веке. А в 19-м веке, ну, железные дороги появились в середине 19-го века, потом они стали будут развиваться, но это все-таки в основном перевозки города в город. А в пределах одного города, ну, сначала вот, да, на лошадях, понятно, так сказать, вот. Но потом придумали гибрид. Гибрид лошади и, так сказать, железной дороги. Это назвали его конками. В чем была суть конками? Суть была в том, что, так сказать, ставился вагон, да, вот, и ставился он на рельсы. То есть были рельсы, да, как вот на железной дороге, да, но и при этом ставился вагон, ну, как вот железнодорожный вагон. Но во главе этого вагона, соответственно, не локомотив, им не паровоз, не электровоз тем более, да, которых тогда еще нет, а была лошадь, ну, обычно две лошади, которую управлял ямщик. Вот. И вот, соответственно, на лошадях ямщик управлял, соответственно, лошадь и вот они везли вот этот вагон с людьми, там, например, там был даже двухэтажный, был второй этаж, там, такой империал назывался, да, вот, такой, чтобы побольше людей пошло, да, и вот, соответственно, лошадь, если вот этот вагон с людьми, там, например, несколько человек, допустим, сидел, ну, это не очень был большой, все-таки лошади, хоть они и сильные, но такой сильный, чтобы возить там автобус, как современный, да, когда там, может быть, 60-100 человек. Вот. И они везли, соответственно, по той или иной коллеге, по заданному направлению. Ну, и вот первая конка, она пошла как раз вот от Белорусского вокзала, как он назывался, Смоленским вокзалом, и до Воскреселской площади, которая теперь называется площадь Эволюции. То есть, собственно говоря, до самого центра города, ну, буквально до Кремля. Вот это был где-то первый маршрут конки. Ну, а чтобы, так сказать, эксплуатировать эту конкурс, чтобы как-то создать для нее хозяйство, да, депо и вагоны, как-то где было хранено создание, соответственно, вот это вот не узкое такое вот депо конно-железное торопо. Вот. В 1874 году. Вот как раз здесь, на Лесной улице, ну, ныне дом 20. Ну, возможно, тогда был не дом 20, но и другая была нумерация тогдашка. Ну, нынешнее, так сказать, владение номер 20. В принципе, недалеко от Лесной улицы. Вот. И изначально это действительно было такое именно депо, где, на депо и вообще такое хозяйство, где фактически были конки. То есть не трамвай, а именно конки изначально. Ну, так сказать, прижественники трамвая. И поэтому, что создали несколько зданий, в основном деревянных, это были конюшни, где сдержали лошадей, да, и здесь, соответственно, вагоны, да, то есть сделали такие вот, ну, как сейчас говорят, депо. Но когда депо не назывались, а тогда называли вагонные сараи. То есть помещения, где хранили вагоны, да, для этих хонов, там, и их называли вагонными сараями. Сделали два вагонных сарая, большой там и поменьше, и также, то есть это такой был депо, где хранили вот эти вагоны, там больше 100 вагонов. И, соответственно, сделали еще мастерские, где такие хузницы, парковые там, парковые для лошадей, ну и вообще всякие стережения для лошади там, счинили, обрабатывали, изготавливали, так далее. Вот. Ну, естественно, что сделали, конечно же, и некоторые административные корпусы, конторы такой, да, даже живые поличения там были, вот для персонала, который обслуживал депо, вот это хозяйство конок. Ну и вот, вот это вот весь такой комплекс, так сказать, постройок, который вот был связан с автомобилем конок. То есть это было, с одной стороны, и депо, да, где, скажем, были вагоны хранили, а с другой стороны, это еще были и мастерские, да, там, где вот слесари, да, нынешние, вот, как сейчас надо говорить, ну и когда-то есть тоже слесари были, да, слесари, всякие ремонтники, они вот ремонтируют, в принципе, подвижной состав. Ну вот. Вагоны, ну и, соответственно, тоже лошадей подковывали, ну и тоже, так сказать, пенили от них снаряжение тоже. Ну, весь состав для конок, она, так сказать, работала исправно. Вот. Значит, ну, надо сказать, что конки просуществовали недолго. Основной их, вот, век, это конец 19 века, это вот период расцвета конок. Потом, в принципе, на смену конку пришел трамвай, ну, потому что все-таки эти конки, ну, во-первых, они малосильные, вот, на небольшой расстоянии могут перевозить. Все это довольно муторно, довольно сложно, вот. Конечно, все это хозяйство, оно, так сказать, требует большого, так сказать, заботы, ремонта, ну, в общем, все это довольно так непрактично стало смотреться, и как только, так сказать, было изобретено электричество уже, да, то в миосферный конку уже пришел нынешний, вот, электрический трамвай, который, собственно, ездит по Москве или по другим городам России и мира до сих пор. И тогда, после этого, вот, вот, эту депо конно-железную дорогу было переоборовано в немузское трамвайное депо. Вот. Это уже произошло в начале двадцатого века. Ну, прошло постепенно, не сразу конки выводились, эксплуатации шел постепенный процесс, но в итоге, где-то примерно к 1907 году процесс он завершил, да, и прошел полный переход склонок на трамвай. Естественно, при этом обновились и сами здания. И вот те здания, которые вы сейчас, в принципе, видим, как раз на лесной улице владения двадцать, да, несколько зданий вот таких образующих как бы такой каре между лесной улицей, первой и второй Ньюзской улицей и Ньюзским переулком, такой как-то типа прямоугольник такой, да, вот несколько зданий. Вот как раз эти здания, они были построены в начале двадцатого века, в основном, в основном. Потом там шли какие-то ремонты, реконструкции, часть какая-то здания, еще некоторые пристройки были сделаны уже прям позднее советское время, даже некоторые в семидесятые, в тридесятые годы, но в целом, вот в основе своей, да, этот ансамбль вот этого бывшего трава и декора, он сложился именно в начале двадцатого века. Вот эти здания были построены. Здания довольно интересные, красивые, построены они были в неорусском стиле, вот, довольно красивые, с такими, так сказать, лучковыми арками, довольно красивыми, и с таким нарядом довольно декором, как красно-кирпичный, и на фоне, на его, так сказать, фоне, на фоне красного кирпича основного объема зданий, сделан такие вот, такие белокаменные декорки, белокаменные такие сандрыки над окнами, ну, тоже такие вот, такие парочки такие вот тоже, ну, и всякие такие красивые тоже декоративные оформления, разные декоративные элементы от их стилей, которые сейчас смотрятся довольно-таки нарядом. Ну, в том стиле, который тогда был довольно популярным, неорусским. Вот, но был архитер, правда, до сих пор не детский, а вот, как мне, вот, Шуков, знаменитый инженер, который, то есть Шуков, то важный, но это точно документально не употреблено. И вот, было построено несколько строений, уже кирпичных, да, не как, там были, когда полы, в основном, деревянные строения, уже кирпичные, и вот, было, тоже, несколько корпусов. Ну, то есть, вот, обновили уже для трава, это, естественно, да, для гонок, вот, потому что там же были сначала еще и склады, там, для сена, для овса, которые хорнили, лошадей еще для навоза было хранилище, вот, скажем, только кружки выделяли, да, вот, ну, то есть, дрова там были, так, для котельной, то есть, ну, то, что уже было для конок. Естественно, это потом уже приспособили под другие нужды, естественно, то, что здание переоборотило уже под двух и трамвай, а не под нужды конок, конечно, прошли метро реконструкции, да, метро здание патрули заново, вот, и был построен, ну, такой длинный, большой, такой административно-жилой корпус, такой двуэтажный, трёхэтажный, такой повышенной части, и это вот, как раз, тот камый корпус, который наиболее, в общем, все вас знают, наиболее близко нам знаком, и это именно тот, который вытянул вдоль лесной улицы, как раз. Другие корпусами там внутри находятся, вот там вскрытые до этого корпуса, там всякие бывшие вагонные сараи, там, да, вот, мастерская скотельная, вот, раньше там тоже внутри находятся, вот, а этот корпус, он как раз вот нас встречает, вот такой вытянутый, длинный такой корпус, и было прям видимо, да, глазом ободримый, да, вот, весь, он длинный, несколько сотен метров, вот, и да, там действительно жили вагоновожатые, так называли тогда водители крамвая, раньше, в то время, вот, ну и вообще оптушить персонал, сторожа там, которые тоже жили, ну и так далее, то есть, ну, те, кто оптушил в этом маленьком, вот, построить корпусам, ну и все, и стали ходить в трамваи, и в 3122 году, потом все это депо оно перешло уже, и в советское время сохранил свой статус трамвайное депо, но в 3122 году оно получило имя Петра Щепетильникова трамвайное депо, то есть не Мюнское трамвайное депо, а трамвайное депо, и не Петра Щепетильникова, но в честь одного из слесаря вот этого трамвайного депо, который работал еще до революции, потом, в принципе, давно ремонтировал вагоны трамвайные, но был не просто слесарем, но был еще больше веком, активным участником революции 305-18-х годов, и, в общем, был таким, немножко героем, один из героев революционеров, который активно сплачивал рабочих против царского режима в войне, поэтому вполне понятно, что его честь назвали этот депо, тем более, что в то время его, в общем, все знали здесь, среди рабочих и местных жителей, вот сейчас никто его не знает, понятно, ну и потом уже впоследствии, многие о нем забыли, но уже такое название сохранилось впоследствии. Ну и, в общем, депо работало, все трамвай уже все больше и больше появилось в трамваях, все стало отслуживаться, все сохранилось и депо, и ремонтировали тоже в аспект Митерский, все это, в принципе, было обычно такой трамвайный депо. Ну а в 1150-х годах это трамвайное депо было перестроено в трамвайную депо, то есть трамвайные пути, поскольку троллейбусы идут в железном ходе, да, не по рельсам, поэтому вот, ну и была, естественно, другая служба, контактная сеть специальная для троллейбусов, пока, как говорим, будет два таких рога, да, вот, ну и, так сказать, уже тоже здания были реконструированы уже по душе, соответственно, троллейбусов. По-моему, первые троллейбусы вышли из этого парка, вот уже, на троллейбусный маршрут, то есть из трамвайного парка, так сказать, этот парк стал троллейбусным, поэтому он сохранил имя Эпидра Щебетины. Ну и вот, собственно говоря, в общем-то, впоследствии этот парк, в общем-то, до недавнего времени так и был троллейбусным парком, то есть он и потом, начиная с 1957-го года, и дальше до конца советского времени, потом 90-е годы, 2000-е годы и вплоть до 2014-го года, вот до конца 2014-го года здесь находился на этом месте троллейбусный парк, имя Эпидра Щебетины. Ну, здание, в принципе, в основе сохранилось, там, 20-й век, ну, начало 20-го века, да, ну, частично они уже были там перестроены, реконструированы уже по душе троллейбусного парка, что-то там было построено, какие-то помещения там, дополнительные и так далее. Ну, в общем, в целом, все-таки, в основе свои здания сходили, начало 20-го века. То есть тогда какая-то еще парк была в лозунг, в принципе, как тромбант. Вот. Ну, естественно, марки троллейбусных менялись, там, сначала-то были марки Зилу, заводы имени Урицкого, который был, по-моему, в городе Энгельс, находился, да, вот, в Советском Союзе еще выпустил, вот, первые троллейбусы, но они тоже сначала ходят, но потом уже другие марки появились, более современные, ну, в любом случае, это были троллейбусы. И вот в 2014 году этот парк закрыл. Ну, собственно говоря, по не очень понятным причинам, просто, ну, в принципе, взяли и закрыли. По большому счету, я так понимаю, что тут наш глаз положил на это место, и, ну, понятно, земля, конечно, очень дорогая, ясное дело, рядом там Тверская улица, понятно, Голорусский вокзал, ну, центр города, все понятно. Вот. Ну, и, в принципе, закрыли этот парк, ну, вроде как, ну, непорядок в наше время, мы вам там раньше не учали. Ну, и, в принципе, все. Ну, и троллейбус, в принципе, прилили по другим троллейбусным парком, вот, весь троллейбусный парк распыдали, что-куда, как говорится, по разным местам. Ну, и, по сути дела, в общем-то, три года даже вообще не знали, что делать с этим парком. То есть, вот, его закрыли, а, в принципе, что делать с ним, не сделали, не знали. То есть, что-то только не хотели делать. И какой-то, и музей какие-то делать, и хотели жилье поставить, то есть, нести и поставить жилой комплекс или идти. И это тоже были такие, ну, и музеи, там, выставки. Ну, чего только не было. Но, в итоге, в итоге, все оказалось довольно банально. И, в 2017 году, по-моему, Сигма выдала конкурс на вот реконструкцию вот этого места, этих вот строений, которое здесь находилось. И она, ну, вот, в общем-то, по сути дела за два года, она сделала вот из этих вот строений бывшего трамвального троллейбусного парка, ну, по сути дела, такую империю торговлю. Ну, по сути дела, в общем-то, торговые цены, по большому счету, такие вот, торгово-закузочные цены. То есть, вот это все, то, что раньше было троллейбусным парком, да, трамвайным, то стало фактически, теперь представляет, вот все строения, они фактически заняты разными объектами торговли. Вот, будь, так сказать, торговли, в смысле питания на месте, да, закуска, какая-то, да, типа ресторан, кафе, будь то, соответственно, просто рочная продажа разных видов. То есть, вот, все, все понатыкано, вот, это фактически такой большой, как бы, империя такая еды, знаете, как, по-моему, где-то находят пульсики, да, пульсики, ну, пульсики, ну, пульсики, есть такой вот ситер, там, где-то там, в московской области находится, такой большой комплекс, там, типа, империя еды, такой, там, подобный комплекс. Ну, вот, нечто подобное, ну, не таких, конечно, масштабов, но вот сделали вот на этом месте этого трамвайного парка, бывшего троллейбусного парка. То есть, все фактически трясилось просто, ну, вот, такие веков жираловки, да, к разным покупкам. То есть, по сути, ну, сделали разные магазины. И вот теперь где-то там бары, рестораны, кафе, там, разные, это, сказать, магазины, ряды торговые, ну, что только нет. Закрою еще в море, там, можно купить разную рыбу, там, допустим, там, омара, креветки, там, раки, ниндзи, устрицы, ну, что только нет, да, и так далее. Ну, мороженого там полно, да, там, есть даже такие, есть название, там, кафе, например, там, Бэтмена, и Бэтмен и Узбеки называется такое, кафе. Есть там ресторан Весной, там, Топ-парк, если написано, Весной. Ну, в общем, что хочешь, на любой вкус. Говорят, цены довольно вкусаются, довольно большие. Ну, опять же, это Москва, на какие-то центры города. Люди приходят, покупают, тебя любят, то же и то. Ну, вот, ну, вот, собственно говоря, это, к чему все пришло. Потому что, по сути, дело, здесь вот стало такой, такой, по сути, рынок, да, такой, такой, вот, сахар, ну, просто, такой неколхозный, как вот раньше был, а он такой более цилиндрый, конечно, да, все так продлили, вот, все так причесано, конечно, да, да, ну, по сути, да, для кусочной и как-то таково. Ну, есть там какие-то даже банки вроде есть, даже какие-то конторы небольшие такие вот, ну, это уже какие-то там, какие-то сервисные компании, какие-то услуги оказывают, да, ну, отчасти. Ну, это так, в меньшей степени, а в основном, ну, это вот так. Ну, что касается моего, ну, я думаю, что это, конечно, ну, как сказать, я думаю, что это кажется плохо. Другое дело, что, знаете, это в каком-то смысле законоверное развитие в плане того, что у нас сейчас общество потребление. То есть, люди потребляют, люди хотят потреблять, люди хотят есть, люди хотят развлекаться, люди хотят, допустим, получать удовольствие от всяких там, еды, от всяких развлечений и так далее. То есть, это, в принципе, ну, вот, не только у нас, это, в принципе, и во всем мире во многом этаже, но у нас это не исключение, люди хотят, да, вот, и, по сути, это вот такой центр покрепления, вместо центра, ну, ремонта, центра какой-то работы такой, да, трудовой деятельности, и с этого, ну, вот, решили пойти к Богу легкому, ну, 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 зачем? Вот, лучше просто есть, пить, вот, да, развлекаться, хорошо проводить время, ну, собственно говоря, и все. Вот, ну, я считаю, конечно, это плохо, конечно, это плохо, я думаю, что, конечно, пролепостный факт здесь был более местен, это было более правильно, где работали, где трудились, что-то сделали полезное, мне кажется, что это было более правильно. Ну, сейчас, да, вот развлечения, все, подсельные развлечения всякие разные, все во всех видах, все уже извратились, уже не знают, что вообще сейчас, вот, тебя пожелать. Ну, да, я думаю, что это было очень хорошо, но, еще раз говорю, это, фактически, ну, вот, то, что мы и мы. То есть, как бы, это вот, ну, то, к чему мы пришли. Это не то, что, это не искусственно, это не то, что кто-то там захотел, сказал, там, да, вот, и все, а все против, а вот кто-то там, допустим, так и что. Нет, в том-то дело, что, фактически, это создано с одобрением общества. То есть, общество, люди это поддерживают. Я вот думаю, вот, на себе это хорошо, ну, в принципе, там, ну, наверное, 8, там, из 10, 9 из тех, да, хорошо, конечно, лучше, намного лучше, идешь и слегкаешь, там, все, там, хорошо, провышение, ну, да, ну, все, там, зачем это все. Ну, как бы, хотя, ну, тролегусов ездят, там, вот, трава ездит, да, вот, ну, а где ремонтируют, где там они пустоят, ну, где-то там они пустоят, а мы хотим любить, а мы хотим получать от жизни в сон. Такая установка современного. Поэтому, ну, это, это выражение сущности и стремлений современного человека, общества потребления. Это, как бы, зеркало общества, нашего общества. Поэтому, ну, ну, это уже, опять же, это хорошо или плохо, это уже вопрос другой, вопрос оценки. Но, еще, это фактически зеркало. Это не то, что это, как бы, искусственно навязанное кем-то со стороны. Как бы, не все не хотят, а кто-то там вот навязывает, а вы вот будете с нога ходить. Вы не хотите, а вы будете, а мы сделаем. Нет, это фактически именно вот идет, вот, если мнение больше отвалительное, было не больше стремление. Ну, я считаю, что это, конечно, печально, я бы считаю, что это не очень хорошо. По моему представлению, конечно, лучше было бы, если здесь было, ну, если уж не тролегусный парк, если, ну, там, по каким-то причинам вот это правило, ну, хотя бы что-то, да ну, производственное, что-то хотя бы, ну, какой-то деловой, какие-то мастерские, ну, только хоть что-то, где что-то люди делают, да, такую работу. Ну, на месте это вот, ну, форму, фактически, индустрии развлечений, индустрии торговли. Вот, как будто у нас этих объектов, эти дополнатели, куда они сутся, или где торгуют, или где-то, где-то здесь, идят, да, в архуствах ресторанов, как-то эти, да. Ну вот, такова история этого места, в общем-то, я думаю, москвичей известная, я думаю, и вы, мои зрители, в общем-то, хорошо знаете это место, ну, что ж, если хотите, вперёд, там, кстати, это место сейчас называется Депо.Москва, как это официально называется, Депо.Москва. Ну, хотите, идите, хотя, ну, приготовьте тогда большие деньги, потому что, в принципе, там требуется большие деньги, там всё довольно дорого. Вот, ну, а для тех, которые, в принципе, как-то не очень к этому склонны, да, ну, да, только пожалеть, погревать, не вспомнить об урок, можно, да, об уроке месте, ну, вот, учреждания, они, в принципе, ну, в общем-то, сохранили своё видео, можно, в любом случае посмотреть их эстетически, объективно, они, в общем-то, остались такими, какими были более ста лет назад, и это, хотя бы это уже, в общем-то, ну, хорошо, хотя бы это хорошо, в любом случае, хотя бы это стало, хотя бы не разрушить, не позволить, чтобы какие-то новые какие-то, новости, там, стеклянные железобетонные, а, да, и всё-таки в истории, ну, пусть даже реконструируем многие. Замутрия. 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 Замутрия.